Цель номер 12 Мы увидим, как эти цели могут взаимодействовать с другими целями устойчивого развития, сосредоточившись на трех из этих целей – 12.2, 12.3 и 12.4, прибегнув к конкретным примерам. Эти три цели способствуют устойчивому управлению и рациональному использованию природных ресурсов, сокращению количества пищевых отходов на душу населения и потерь продовольствия и экологически обоснованному управлению химическими веществами, присутствующими в отходах. Для производства продуктов питания мы используем природные ресурсы, энергию, и мы также производим отходы на протяжении всего этого процесса. Этот процесс, который идет от растеневодства или животноводства к промышленной переработке и супермаркету, в большой степени обуславливает качество нашей окружающей среды. Давайте приведем несколько примеров. Например, потребности в воде на 1 кг произведенных пищевых продуктов варьируются от 700 литров на килограмм яблок до 19 500 литров для производства 1 кг говядины. Треть производства продуктов питания для потребления человеком теряется или портится. Это составляет 1,3 млрд тонн в год в соответствии с исследованием ФАЛ 2013 года. Эти постоянные потери продовольствия увеличивают нагрузку сельского хозяйства в еще большей степени на наши природные ресурсы, то есть почвы, запасы воды, биоразнообразие и крема. Выбросы углекислого газа от этих потерь оцениваются в 3,7 гигатонны в год. Это как если бы в мире имелась еще одна дополнительная страна, которая находилась бы на третьем месте по объему эмиссии приорных парниковых газов после Соединенных Штатов и Китая. В 2007 году способность земли к регенерации оценивалась в 11,9 млрд гектаров, а экологический след деятельности человека – в 18 млрд гектаров. Что представляет собой экологический след? Экологический след населения измеряется площадью, необходимой для производства ресурсов и поглощения отходов от этого производства. Это показывает, что темпы использования ресурсов менее важны для обеспечения устойчивости природного капитала планеты. Когда в 2050 году мировое население достигнет 9,5 млрд человек, прогнозируется увеличение спроса на продовольствие на 35%. Цель устойчивого развития 12, которую мы будем рассматривать, признают уважную и сквозную роль потребления и производства в устойчивом развитии. Это дает возможность обеспечить эффект от синергии с другими целями устойчивого развития. Мы увидим это на нескольких примерах. Первый пример, который мы рассмотрим, управление почвенными ресурсами, посельскохозяйственными угодьями и его связь с изменением климата, то есть цель номер 13, как с точки зрения сокращения выбросов парникового газа, так и адаптации производственных систем. Являясь источником выбросов парникового газа, сельское хозяйство в то же время поглощает их, так как используется для хранения углерода. Например, инициатива 4 для 2000, выдвинутая францией на КОП-21, направлена прежде всего на оптимизацию улавливания углерода в почвах. Речь идет о синергии между защитой почвы и климата. Эта инициатива также учитывает продовольственную безопасность, способствует достижению цели устойчивого развития номер 2 и защите биоразнообразия целей устойчивого развития 15 и 14. Она также способствует управлению и рациональному использованию сельскохозяйственных земель, что больше согласуется с целью сокращения бедности, целью номер 1, которая направлена в частности на обеспечение доступа бельнейших слоев населения к экономическим ресурсам и управлению земельных ресурсов. Наконец, для реализации этой инициативы необходимы институты, способные обеспечить необходимые рамки согласно цели 16 и партнерские отношения в интересах устойчивого развития. Цель 12 также направлена на то, чтобы потребители задумались об их отношении к используемым предметам, о доходах и их воздействиях на планету. Мусор, например, следует рассматривать как ресурсы, а не как отходы. Практика, связанная с экономикой замкнутого цикла от производства компоста до метонизации, увеличивает сельскохозяйственный или энергетический потенциал этих отходов. Использование компоста, изготовленного из этих отходов, позволяет повысить содержание органических веществ в обрабатываемых почвах, способствует накоплению углерода и следовательно воздействует на климат. Это улучшает удородие почвы, тем самым сокращая использование удобрений, одновременно повышая производительность, удовольствия безопасности, улучшая здоровье населения. Это также улучшает биоразнообразие, состояние экосистем и качество водных ресурсов. В отношении водных ресурсов, цель устойчивого развития 6, мы знаем, что сельское хозяйство использует очень много пресной воды. Основной потребитель пресной воды, что создает проблему для устойчивого возоснабжения. То есть, это цели 6,4. Но устойчивое потребление и сокращение отходов уменьшают чрезмерную эксплуатацию водных ресурсов и улучшают качество воды за счет уменьшения загрязнения. Ответственное потребление стимулирует ответственное производство, сводя к минимуму количество отходов и потребляемые энергии, идущие на переработку отходов. Оно способствует эффективному использованию природных ресурсов и энергии, а также развитию устойчивой инфраструктуры, которая обеспечит доступ для всех к основным услугам, экологическим рабочим местам и улучшению качества жизни. Продолжение следует...